Сегодня у школьников и педагогов телевисочной школы новоселье. Новенькое здание школы приняли в эксплуатацию. Школа рассчитана на 100 учащихся. Здание оборудовано просторными актовым и спортивным залами. Современной столовой. Кабинеты оснащены всем необходимым. Из окон открывается прекрасный вид. Словом, в селе созданы все условия для плодотворной учебы. Красная ленточка – символ новой вехи в жизни. Начало пути к успеху. Перерезают ее в нескольких местах, чтобы приумножить удачу глава региона Александр Цибульский и отличник телевисочной школы Игнат Нургалеев. Строительство социально значимого объекта в селе Тельвиска началось в августе 2014 года. Школа возводилась за счет средств бюджетов трех уровней – федерального, окружного и муниципального. Общая стоимость строительства составила 278 миллионов 200 тысяч рублей. С самого начала строительства данного объекта у отдела надзорной деятельности и профилактической работы к застройщику не было вопросов. Сколько раз мы участвовали в выездных совещаниях по данной школе, нас все устраивало. И когда директор школы нам принес заявление о выдаче заключения для лицензирования, мы его выдали с удовольствием. Школа рассчитана на 100 учеников. Двухэтажное здание общей площадью 3000 квадратных метров. Сейчас здесь обучается 61 человек с 1 по 9 классы. Директор школы Татьяна Паюсова говорит, в следующем учебном году откроется 10 класс. Необходимость в нем напрямую связана с демографической обстановкой в селе. Проблем с кадрами в школе нет. Она на 100% укомплектована учителями, в том числе предметниками. А теперь нет проблем с размещением учащихся. Мне в школе очень нравятся два кабинета. Кабинет технологии – это кулинария и кабинет по обработке тканей. Ну и, конечно же, у нас еще есть два замечательных кабинета. Это кабинет музыки и кабинет изо. В старой школе у нас кабинета изо не было, а здесь у нас очень большие просторные кабинеты. А это кабинет химии. Тот самый, где подрядчик по недоразумению постелил черный люнолеум. Теперь здесь полный порядок. Светлый пол, столы оборудованы на зависть городским школам. И даже специальный шкаф для проведения опытов во время уроков. Кабинет для занятий изобразительным искусством теперь в школе есть и такой. Поражает гостей панорамой, которая открывается из огромного во всю стену окна. Пока высокие гости осматривают новенький объект, приглашенные на праздник, школьники неофициально знакомятся со своими новыми классами. Альберт Михайлович Шевелев, именно так представился нам бойкий второклассник, вместе со своей подругой Викой Чупровой уже выбрал парту, за которой будет сидеть в новом классе. Наш класс. Светленький такой. Мне больше всего нравится этот уголок. Почему? Не знаю, там светлее. А еще телевысочных девчонок и мальчишек в новой школе поразила столовая. Раньше питание для школьников было организовано в пришкольном интернате, теперь в уютной столовой. Обеденный зал для учащихся на 34 посадочных места и залом для учителей на 8 посадочных мест. На самой кухне есть все необходимое для приготовления вкусных завтраков и сытных обедов. У нас просто была одна духовка функционировала, и вторая небольшая. Сейчас у нас их 1, 2, 3, 4, 5. Это вообще можно напечь, мне кажется, очень большое количество булочек. Новая школа в селе Тельвеска построена в рамках проводимой в Ненецком автономном округе работы, нацеленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. Я бы очень хотел, чтобы ученики, которые войдут в это новое здание, они действительно вышли отсюда совершенно другими современными людьми, которые получили самые лучшие знания, и я вас всех призываю максимально им в этом помочь. Уже завтра здесь, в этой школе, прозвенит первый школьный звонок для учеников. Школа распахнет свои двери. Начнутся уроки. Обычная школьная жизнь. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Спасибо.